Итак, всем привет, с вами ДБГ, продолжаем играть за Российскую Трудовую Республику в Казаридакс. И в прошлой серии мы, я помню, уже военные заводики подстроили, начали уже делать самолётики, очень-очень сильно. И скоро уже будем делать жёсткие танки. И уже, я думаю, начинать вести войны. Помогли мы в Испании гражданскую войну завершить. Теперь пора, я думаю, заниматься своими территориями. Мы сейчас немножко пройдём по фокусам до самолёта, вот этого бафа исследования. А потом, я думаю, пойдём уже в политику и пойдём захватывать территории. Думаю, нормальный план. Поехали. Ещё одна республика, тем временем, готова к интеграции. Тоже приятно, тоже заводики мы себе получим. И мы уже в двух с половиной фокусах от наших новых самолётов. И я ещё начал исследовать, точнее, строить штурмовики дополнительно, чтобы у нас был ещё и урон по войскам, очевидно. Но основу в истребителях мы сейчас очень солидно так построим. И сейчас подоследуем новые танки, будем их также строить. И надо к ним сразу исследовать, пожалуй, пушку, чтобы у нас была вот эта вот средняя пушка. Нормально. И у нас сразу создался шаблон Т-34. Это как раз-таки улучшенный средний танк. Правильно же я понимаю? Ну да, правильно. Можно его чуть-чуть подредактировать. Итак, пока будет что-то вот такое вот. Пойдёт, я думаю, чуть брони. То есть, как много брони. Скорость средненькая. То есть, всё-таки у нас ещё не последние вот эти вот средние танки. Можно, кстати говоря, их уже исследовать, пожалуй. Почему бы и нет? Мы 43-ти танки получим, ну, к 40-ому. Вообще нормально, я считаю. И тогда их уже домодифицируем. И получим получше пушку. Поставим также в них пушку получше. Отлично. Можно сразу заказывать их. Почему бы и нет? Они ещё и под нашим концерном тоже. Который даёт надёжность и противопихотную атаку. Так что нормально. И можно вот сократить производство, пожалуй, остальных самолётов. Точнее, как остальных самолётов, в принципе. Если говоря, я сказал Т-34. А, посмотрите, всё правильно. Я сказал Т-34, это и было Т-34. Я его модифицировал, и это стало Т-43. Забавно. И... Ого. Так быстро. Травильд Хрик начался в сентябре 39-го. Я ожидал это как минимум где-то на полгода позже. И... Я вообще не вижу в Франции шансов победить. Их же, ну, прям совсем мало. И они совсем не готовы. Если мы прямо сейчас не нападём, то... Ну, а мы-то мы тоже не готовы. Мы тоже тут ещё делаем армию. Что-то французы, по-моему, обосрались только что. Мы-то не готовы, но мы знаем об этом, а они... Ну, и поэтому мы как бы развиваемся, развиваемся. А вот они прямо откровенно обосрались, по-моему. И смотрите-ка, и Антанта тоже вступает в битву. А мы тем временем выкачиваем опыт на огнемётный танк наш. И это почти закончилось. И... Ну да, пока что франц стоит. Но надолго ли? Ирландия, кстати говоря, тоже вступает в Метальевропу. И таким образом под боком у Британии проблему создаёт. Здесь в море битвы идут жёсткие, судя по всему. Ну, я прям не вижу, как Франция это может выиграть без нашего вмешательства. Значит, нам нужно вмешаться либо прямо очень скоро, либо давать уже французам проиграть и потом самим нападать на Германию отдельно. Это будет, конечно же, посложнее, но всё ещё возможно. Ну, а мы пока идём в 4-й интернационал, как я и собирался. Я взял уже баф на исследование, и дальше идём о... Идём на вот эти вот атаки. Будем территорию подминать под себя. Вопрос только в том, сможем ли мы что-то подмять, не задев Германию. Я бы предпочёл просто всё ещё не воевать. Как-никак, мы не совсем готовы к войне. У нас ещё и танковая армия не готова. И у нас ещё авиация полноценная не готова. Но посмотрим, как будет, так будет. Посмотрите-ка, здесь индустриализация улучшается. Я не понял. Это нам как-то что-то поменяло. Как будто нет, как будто у нас уже и так всё хорошо. Ну и давайте, вот, красные казаки. Так полагаю, мы сейчас вот сюда можем атаковать. Давайте временно туда армию. Жуков наш вот здесь вот, пожалуй, пускай возьмёт Бургас уже. И он уже скачал танкового лидера. Но здесь видите, у него куча перков подкачана, но не докачана прям. Так, там ещё в Африке, я так понимаю, да, какие-то войны идут непонятные? Ну да. Вот здесь хотя бы какой-нибудь баф жёсткий? Нет. Особо ничего такого нет. Ну вот это, ну это пыль. Потом ещё Австрия может вмешаться. Ужас, короче говоря. Давайте мы введём сюда армию, потому что я подозреваю, что мы здесь будем воевать. И давайте сразу сюда Жукова назначать. Чтобы он здесь уже качался в будущем. Мы можем отправить 5 самолётов в виде добровольцев. 5 авиакрыльев, точнее. И это прям очень жёстко. Давайте так и сделаем, лол. Ну вот, типа так, да? И ну-ка. Ну здесь я вижу прям всё заставлено самолётами. То есть, видите, откуда лутов столько? Они что, научились что-то делать нормально? То есть, типа, им скриптами сказали делать кучу самолётов? Или что? Или у них по скриптам куча самолётов? Хз. Просто, ну это очень много для вот этой вот бедной Франции и бедной Британии. Ну, объективно говоря, они вон 12 здесь, 13 здесь. Откуда здесь 2000 истребителей? Актуальный вопрос. И я думаю, мы дальше пойдём в реформы армии. А именно в Тухачевского. Я надеюсь, я правильно считаю каждый раз эту фамилию. Потому что здесь есть плюс 10 скорости, плюс 10 прорыва техники. А самое главное, здесь 5 атаки артиллерии и 10 атаки дивизии. Тут, конечно, тоже куча всего полезного. Вот это вот, две этого, форты атака. Классные вещи. Минус 25% ширины фронта. Это что-то очень, очень сильное по ощущениям. Особенно учитывая то, что это можно, скорее всего, скомбинировать с доктриной пехотной четвёртой. Вот. Но, я думаю, пойдём мы в Тухачевского. Возьмём себе вот эти все бафы. А, вот это я не понял. А, нет, подождите. Вот это вот мы ещё берём, в любом случае. Круто. И потом выходим вот сюда. Тогда другое дело, тогда другое дело. Ещё я бы хотел выйти в теории... У нас пятилетких, кстати говоря, нету. Это странно, но окей. Я бы хотел выйти вот сюда. Видите, здесь всякие ГЭС, гидроэлектростанции. Насколько я помню, за Францию. Это даёт сразу по несколько фабрик за буквально какое-то минимальное время, за минимальные инвестиции. Опять же, если я правильно помню, что на Франции такое было. Но я хочу всё-таки в танки выйти. Ну, в танки. В бафы на армию. Так что это первее, важнее. И у нас здесь открылись решения образовать Советский Союз. О, вот я понимаю. Так, Дункубань, Калмыкия. Давайте с Калмыкии начнём. Здесь снабжения у нас нет, то давайте его сюда подведём как-то. Всё равно, да, проблема. Давайте вообще сделаем вот так. У нас есть на это грузовике, пускай будет. Ну да, давайте сразу на Калмыкию. Через 14 дней. Жугов готов. Снабжение только не готово совсем от слова. Ну, даже не знаю. Достраивать я сюда ничего не буду, скорее всего. Придётся просто временно потерпеть. Ну, смотрите-ка, можно присоединиться к мирно или агитаторов. Ну, давайте, предложите присоединиться к мирно. Вдруг они согласятся. Я, конечно, сомневаюсь, но... А вдруг? Да, смотрите-ка. Аннексирует. Прекрасно. Горская республика воюет с Британским Союзом, но отдельно, как будто... Ну, давайте попробуем. Чём чёрт не шутит. Предложите им автономию. Ну, допустим. Судьба Калмыкии. Ну, интегрировать, конечно же. У нас потом, небось, будет ещё кнопка. А может, и не будет. Ну, вроде-то будет. Подчиняется. А! Предложите им автономию. В скобочках аннексируйте их, нахуй. Нормальная автономия. Так. Республика Грузия. Дон-Кубанский Союз. Назовите, Дон-Кубанский Союз? А, нет. Дон-Кубанский Союз не в... Альянс. А я-то думал. Но они марионетка Украины. А значит, почти в Альянсе. Давайте-ка, знаете, займёмся сначала Грузией, пожалуй. Мы тут себе и нефть возвращаем. Очень важным образом. Давайте-ка вот сюда. Поехали. Всё по позициям. Вот отсюда тоже. Большие, на всякий случай, войска. Хорошо. Так, здесь всё это мы интегрируем. Интегрируем. И в Грузию. Пригрозить им войной. Ну, допустим. Они что, тоже согласятся просто спокойно? Так, пилот АС качается, кстати говоря. С, и мы качаем. Это хорошо. И здесь мы тоже накачиваемся. Да. С фулл доктрида мы, конечно, выйдем к войне в Германии, я чувствую. Грузия отказывается. Так, ну её же никто не гарантирует, да? Да, прекрасно. Там ещё, кстати говоря, социалистическая. Ха-ха. Я знаю этого парня. А у нас авиация туда не дотянется, верно? Ну да, да, верно. Окей. Тогда, да, мы вынуждены объявить войну. Сюда. Кого бы мы назначили? Качевского, пожалуй. Ну вот, отправляемся. Товарищи. Ну, проблем, конечно, с захватом нету. У нас всё-таки намного больше войск. Хоть мы здесь без авиационного преимущества. Я бы хотел быть с ним. Ну, как есть, так есть. Образование СССР требует кучу здесь территорий. Поэтому пока что это невозможно. Донь Кубан. Ну, видите. Марионетка Украины. Украина. Рейхспакт. Что, наверное, не получится. Но мы ещё посмотрим. Закачал, кстати говоря, командующего пехотой. В итоге-то. Провал конференции. Ха-ха. Правда, ха-ха. Но, чтобы нам ещё мимо качнуть. Горного стрелка, возможно. Я просто думаю, что он бы был неплохим фельдмаршалом. Но если бы он ещё подкачался. Ну, всё-таки до того, чтобы сменить его на фельдмаршал. Ну, типа, поставить его фельдмаршала вместо текущих. Наверное, прям не затягивает он до такого. Так. Да, давайте сюда, как мы и планировали. Там фейтянское правительство капитулировало. Я так полагаю. Да, сын. Победила. Даже правильно помогаю это. Точнее, понимаю. Ну, да. И Япония, видимо, пососала, получается. Не повезло, не повезло мужику. А здесь, ну, стоят мужики. И это, на самом деле, хороший вариант для меня. Я пока здесь повоюю. Они там все потеряют ресурсы на это. И мы потом с достроенными танками, с достроенными самолётами влетим у них. Я всё-таки решаю построить здесь хотя бы второй новой авиабазы. То есть, она всего лишь 20 дней займёт. Но даст мне неплохие бонусы к прорыву здесь. Я всё ещё прорываюсь, но слишком медленно. Нужны всё-таки самолёты, конечно. Блин, мы прям супер вкачали нашего Жукова, на самом деле. Я даже думаю о том, что есть смысл его уже делать Эль Маршалом. Он, видите, скоро будет горным стрелком. И Зимняя война, и Инженер. Самое главное, чтобы штабистом он стал. Было бы тогда очень для нас удобно. Потому что ему и танки назначить будет, и пехоту. У него и туда, и туда есть перки. В общем-то, отличный мужик. Для нас по статам. А у нас открывается новый танк. Господи, что нам предложили сделать каблоном. И давайте возьмём что-то посолиднее. Всё, наш новый танк. Почему он такой подешевел, непонятно. Но вроде всё в порядке. Вроде. Мы можем только заменить вот эту штуку на что-нибудь другое. Допустим. Допустим, малую пушку. Плевать вообще на что? В целом. Почему бы нет? И вот Грузия всё-таки капитулировала. Забираем мы все территории. Думаю, что делать дальше. Можем в теории атаковать Дон-Кубань. Я и говорил. Но я всё ещё волнуюсь за то, что... За неё впишется... Украина, там и... А там и Германия. Так, синдикалисты... Блин, а я бы за этих, за большевиков. Ну ладно, эсэр, эсэр. У большевиков нам не дают голосовать. Бо Грузии, конечно же, интеграция. А тут тем временем опять... В Испании что-то наши проигрывать начали резко. Очень. Ведь у них дивизии что-то мало. Отправляю туда срочно авиацию. Благо мы можем теперь много отправить. Это, я думаю, очень помогает. И, конечно же... Добровольческие танки. Танки очень добровольно едут в Испанию, я считаю. Мы исследуем механизированные, кстати говоря, скоро. То исследуем. И будем потихоньку выпускать... Мехов тоже. Но тем временем... Какие-то эти парни подкачиваются. Тут и у этих ребят тоже особо-то... Нечем сопротивляться. Но поскольку у наших еще меньше... То они начали проигрывать. Но ничего. Мы поможем нашим братьям в войне. Тем временем давайте займемся Востоком. А именно у нас тут есть... Что-то вот Дальневосточная Республика. Она гарантируется всего лишь Японии. И мы можем это выдержать. Эту войну в теории. Единственное... У нас нет флота. И, ну, не планируется. Потому что мы не начали его строить, исследовать до конца. Я такой чуть-чуть крейсер исследовал. У нас все еще только две верфи. Значит, у нас флота и не будет. Тут как бы такое не меняется особо. Так что... Попробую. Может, только ВДВ какое-нибудь. Я вот думаю, что вот это у нас, в принципе, возможная тема. А значит, что значит мы давайте будем строить транспортники. ВДВ у нас вполне... Вполне может помочь. Тут, кстати говоря, забавные есть некоторые агенты. Нестандартные, я бы сказал. Ну, давайте их возьмем. У него перки хорошие. Ну и с нашей поддержкой, конечно, ситуация совсем в другую сторону обернулась. Вражеские испанцы бегут. Наши танки вот только и успевают, что окружать и ликвидировать наших врагов. О, советские выборы с 40-го года, кстати говоря, у нас проходят. Посмотрим, что у нас там произойдет. Я думаю, еще больше танков мало смысла добавлять. Давайте все-таки добавим снова чуть-чуть истребителей. И я бы хотел добавить механизированных войск. Все еще не в войне, но я не вижу смысла... В нее вступать. Франция и Германия просто стоят на месте. А мы тем временем устраиваем промышленность в два раза больше немецкой. И мы можем просто дождаться удобного момента реально. Еще можем попробовать Трансамуру и Японию там на востоке пока что задушить. До них никто вступаться не будет. Так, избрание нового председателя и все синдикалисты, да? Вопрос. Это же откроет нам какие-нибудь новые фокусы, нет? Ну, блин, я не вижу особо смысла менять Спиридонову. Тем более, что здесь видите, как будто у меня фокусы закроются. А какие откроются я не вижу, потому что я не нашел по вот этим вот именем этих парней. К сожалению. Так что пока без них. А тут еще немецкая и японская война. Все. Германия не здоровится. Ну, а мы же здесь спокойно потихоньку фармим себе Жукова дальше, чтобы он стал нашим идеальным фельдмаршалом, так сказать. А вот мы открыли механ. И вот мы помогли испанцам наконец-таки победить. Мы все это время не посылали добровольцев во Францию. То. Ладно. Видимо, тогда прервалось, и я хотел отправить, но не отправил. Но ничего. Вот здесь все еще идут бои в воздухе. И мы к ним обязательно присоединимся. Потому что, ну, почему бы нет. О, и тем временем в США началась война, только вот между этими ребятами объединенные синдикаты все еще на Американский Союз не нападают. Странно, но ладно. Можем еще в Британию отправиться, если говорят, самолеты. Ну, не верю в этом особо смысла. Давайте Жукова отправим во Францию, причем бы не пофармить еще и там. И да, как я и говорил, это реально очень классные кнопки на самом-то деле. Хорошо, что я их сейчас открыл. И мы уже очень близки к тому, чтобы быть готовыми. Ну, как? Не прям очень, но уже недалеко. У нас в пехоту я добавил огнеметные танки. Наша пехота будет просто спейсмаринами какими-то. Но даже без этого, даже без этого, я думаю, мы будем готовы подать на Донь Кубань. Очень скоро. Независимо от того, вступится ли за них там в Германию или нет. Кроме того, я бы на самом деле хотел... Так, это слишком широкий фронт для нас. Я бы хотел перед этим, конечно, на Востоке решить проблему, чтобы кто-то потом мне не ударило в спину. Посмотрим. Я уже готовлю себе ВДВ. Вот здесь вот прекрасную армию. Она планировочно по плану вот сюда вот полетит. Ну и, в принципе, возможно, куда-нибудь здесь в тыл тоже. Почему бы нет. Собжения там всегда не хватает. А еще у нас какие-то безумные полевые госпитали могут быть. Но плюс 20 раз ощущения, у меня здесь потеря опыта. Но я не думаю, что мы их возьмем, честно говоря. Но мне так, что это и нужно. Это, как казалось бы, прикольно все. Но давайте продолжим, наверное, куда-нибудь сюда. Скачаем уже нашу армию. Пожалуй. Возьмем сначала вот этот баф на минус 10% стоимости штурмовиков. Это очень жестко. Скачаем нашу армию, и мы будем готовы воевать с кем угодно. Недолго Испания была нейтральной. Вот она уже и присоединилась к интернационалу. Значит, мы отправляем туда еще авиации. И полетели. Помогать. Помогать бороться с мировым капитализмом. А ну, мы, собственно говоря, долетели почти моментально. Точнее, в Португалии заплатили почти моментально. Наша помощь даже особо и не пригодилась, я бы сказал. Нормально. О, а британцы тем временем взяли Дублин. На самом деле, синдикалисты показывают себя очень уверенно, я бы сказал. Мы, конечно, помогаем авиации везде. Но даже без этого очень солидно. Надо, кстати говоря, сюда отправить еще штурмовичков во Францию. То я вижу, что битвы идут. Вот здесь вот можно им помочь. Полетели. По 10 крыльев можно закидывать добровольцами. Жесть. Мы даже поможем им в атаке, кстати говоря. Почему бы нет? Хотя мы до самого боя вряд ли дойдем. Но мы обязательно поддержим их хотя бы морально. Какие-то очень непонятные битвы происходят. Я не могу на них питнуть практически. А вот. Зашли мы. Шестая. Ну-ка. Четвертая. Ты можешь присоединиться в эту же битву? Нет. Странно. Но мы их побеждаем. В то время с двух направлений две разные битвы почему-то. Но нас практически не дамажат. Потому что у них и атаки мало, и у нас прорыв большой. А вот мы их просто уничтожаем по-жесткому. Это приятные новости. Но я бы остановился, чтобы французам сильно хорошего не было. Потому что наши добровольцы потом в войне учитываться не будут. Вот нам говорит о том, что наши войска танковые готовы. Осталось лишь заполнить здесь механизированные вот эти вот единицы. И мы будем готовы промчаться по Рейхспакту. Как будто там даже войск нету. И мы уже сделали вторую красную армию. Отлично. Мы более чем готовы. Давайте пойдем вот сюда, пожалуй. Возможно начнет войну с... Так, кстати говоря, у нас генерал готов. Давайте сразу нового заполнять. Пожалуй. И цвет ему, конечно же, другой. Вот сюда вы отправляетесь теперь. Если тренется. Хотя нет, давайте даже вот сюда вы едете. Готовитесь нападать. Будем мы... Планируем сначала войну сюда. Падение Барселоны? А что случилось? Высадились. Войска Антанты. Ужас. Ну, наша авиация сейчас покажет им, что войска Антанты, в принципе, ну... Кардинально неправы, я считаю. Нужно пока что-то произойдет, но нет. У нас просто надо было решение нажать. Оба-на! Что? Они приняли? Адамирал Колчак убит. Примите условия. Основная марионетка сюда, получается? Я тут шел вот сюда, но, видимо, передумаем мы. Счет этого. И сразу появляется соседом Японии. А теперь это... А это не сосед Японии? Подождите. Или как? Что это? Возорвать связи антияпонское. Ага, ага. Промышленность еще. Круто. Обстановная. Последний бастион. Ага, у нас вариант вот этот произойдет, либо... Либо вот это. Но я бы хотел, чтобы они присоединились, потому что тогда я смогу напасть на Японию. У них, кстати говоря, еще микрофлот есть. С кубочек и 10 линкоров. Не знаю, насколько они сильные, но... Но они есть. Просто 10 линкоров, они просто есть. Пока что мы не можем, да, напасть на них, к сожалению. Ладно, ладно, на Японию можно. Давайте всегда попробуем на запад что-нибудь выцепить. В первую очередь, конечно же... Давайте вы сюда. Вы все сюда. Заполняем здесь полностью армию, как я и планировал, в принципе. И возвращаемся сюда. Войны с... Стоков не будет. Восточная республика приняла нашу власть. Кайф. Там, на самом деле, очень много промышленности. Они еще сейчас по фокусам промышленность получат. Ух, жесть. Скачаемся нереально. И тем временем можно начать уже атаковать Дон Кубань. Причем бы тоже нет. Поехали. Ну, на этом, я думаю, мы уже подзакончим эту серию. Мы уже вот-вот вступим в войну с Германией. Я не спешил. Мы тут готовились. Я просто ждал, что, во-первых, там будут какие-то ивенты, кнопки, которые нас сами в войну затянут. Но не произошло. Но благодаря этому теперь у нас просто безумно мощная армия. Танковая армия готова. Тоже очень мощная, как здесь показывала практика. Ну, в следующей серии применим ее. А с вами, ребята, был Дон Кубань. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Все, как обычно. И до скорых встреч. Пока. Пока.